Раствор левомицетин – это антибиотик широкого спектра действия. Показания. Используются для приема внутрь при инфекционно-воспалительных заболеваниях, вызванных чувствительными хлорофиниколу микроорганизмами, в том числе брюшной тиф, паратив, бруцеллез, туляремия, коклюш, сыпной тиф, трахома, пневмония, менингит, сепсис, остеомиелит. Для наружного применения используются при гнойных поражениях кожи, фурункулах, длительно незаживающих трофических язв, ожогах второй-третьей степени, трещины сосков у кормящих женщин. Для местного применения в офтальмологии применяется для лечения воспалительных заболеваний глаз. Способ применения и дозы. Индивидуальный. При приеме внутрь доза для взрослых по 500 мг 3-4 раза в сутки. Разовые дозы для детей в возрасте до 3 лет 15 мг на килограмм массы тела. От 3 до 8 лет 150-200 мг. Старше 8 лет 200-400 мг. Кратность применения от 3 до 4 раз в сутки. Курс лечения составляет от 7 до 10 дней. При наружном применении наносят на марлевые тампоны или непосредственно на пораженную область. Сверху накладывают обычную повязку, можно с пергаментной или компрессорной бумагой. Перевязки производят в зависимости от показаний через 1-3 дня, иногда через 4-5 дней. Местно применяют в офтальмологии в составе комбинированных препаратов в соответствии с показаниями. Противопоказания Применению при беременности и в период лактации, грудного вскармливания. Особое указание. Хлоромфиникол не применяют у новорожденных, так как возможно развитие серого синдрома. Метеоризм, тошнота, гипотермия, серо-голубой цвет кожи, прогрессирующий цианоз, диспное, сердечно-сосудистая недостаточность. С осторожностью применяют у пациентов, получающих ранее лечение, цитостатическими препаратами или лучевую терапию. При одновременном приеме алкоголя возможно развитие дисульферамоподобной реакции, гиперемии кожных покровов, тахикардия, тошнота, рвота, рефлекторный кашель, судороги. В процессе лечения необходим систематический контроль картины периферической крови. Побочные действия. Со стороны системы кроветворения. Тромбоцитопения, ликопения, агронолоцитоз, апластическая анемия. Со стороны пищеварительной системы. Тошнота, рвота, диарея, метеоризм. Со стороны центральной нервной системы и периферической нервной системы. Периферический неврит. Неврит зрительного нерва. Главная боль. Депрессия. Спутанность сознания. Делирий. Зрительные и слуховые галлюцинации. Аллергические реакции. Кожная сыпь. Крапивница. Ангионевротический отек. Местные реакции. Раздражающее действие. При наружном или местном применении. Продолжение следует.